Всем привет! Меня зовут Оля и я рада видеть вас на своем канале. Сегодня мы с вами пробуем очередную новую коллекцию от бренда Kika Milano, которая называется Blue Me. И в принципе все упаковки, практически все упаковки в этой коллекции выполнены в синим, либо же в серебристом оттенке. Казалось бы, не так давно мы с вами пробовали очередную новую коллекцию, буквально 2-3 месяца назад, и вот опять, да опять, и нас еще ждет с вами рождественская коллекция где-то через 2-3 месяца, и мы ее тоже будем пробовать. Есть ощущение, что у Kika Milano новая коллекция выходит каждые 2-3 месяца. Есть, конечно, оттенки и даже продукты, которые периодически кочуют. Из палетки, вернее, из коллекции в коллекцию. Но что поделать, любят они выпускать часто, быстро и много. В общем, давайте с вами посмотрим сводчи палетки, которую мы сегодня будем пробовать, и также сделаем с вами макияж. Поехали! Начинать мы с вами будем с тональной основе. Она у нас с вами в пипеточке. Здесь 30 мл продукта. Говоря про упаковку, это больше похоже на стекло. Я взяла в оттенке 02, но если честно, я не уверена на 100%, что мне оттенок подойдет. Чуть-чуть буду снимать, снимать, вернее, наносить на зону декольта, чтобы не было видно особой разности. Так как тон в пипетке и вроде как достаточно относительно жидкий, хотя нет, он не супер жидкий, он будет хорошо цепляться. Я его буду все-таки наносить кисточкой. Ну да, будем наносить кисточкой. Чего тут думать? В принципе, неплохая тональная основа, но она не очень подойдет на сухую кожу, потому что это достаточно цепкий продукт. И вы сможете положить, но только на супер подготовленную кожу, если вы добавите еще что-нибудь чуть более увлажняющее. Вообще, мне понравилось, говоря бы про покрытие от легкого к среднему, то есть очень легко нанести легким тонким слоем, и это будет очень стойкий тон. Прям хороший такой, очень стойкий, очень стойкий. Консилер я не брала из новой линейки, мы потом поговорим, почему. В качестве консилера я взяла Maybelline 10 для того, чтобы скрыть синячок, и Vivienne Sabo Aurora в оттенке 01. Сейчас мы будем с вами переходить к румяшкам, так как у нас с вами жидкие румяшки. У меня в оттенке 02, если я не ошибаюсь, там 2 или 3 оттенка, но про это мы тоже позже поговорим. Румяна достаточно сильно пигментированная, и такой слегка полумусовый продукт. По граммовке, если я не ошибаюсь, тут не очень много грамм. Вот, кстати, упаковка неудобная для того, чтобы почитать, что на ней написано. Ладно, не суть. В общем, давайте с вами наносить румяна. Буду наносить их, конечно же, кисточкой и через руку, чтобы не перестараться и не переворачивать. Румяна мне определенно нравятся. Они классно тушуются, классно вливаются в кожу. И когда вы начинаете их распределять с помощью кисточки, они уже не кажутся такими сильно пигментированными. И по итогу я бы сказала, что это средняя пигментация. Касаемо тона, здесь естественный финиш. У меня просто сегодня подсвечивающая база, поэтому я, в принципе, хорошо так блещу. И базу этот тон не перебивает. То есть это 100% естественный финиш. Так, я сейчас быстренько припудрюсь, и мы с вами перейдем к бронзеру и хайлайтеру. Говоря про упаковки и рефилы, что бронзеру, что хайлайтер, это прям отдельное искусство. Бронзер у меня в оттенке 02 Сиена, и по-своему, мне он показался рыжеватым. Он достаточно кремовый, и не сказать, что сильно пигментированный. Я бы сказала, что тут пигментация чуть ниже средней, и в теории он не должен особо давать пятен. Так, когда набираем на кисточку, может чуть-чуть отваливаться. К сожалению. Давайте с вами пробовать и переносить. Прекрасная тушевка продукта. Продукт вообще не залипает. Идеально тушуется, идеально переносится. Здесь, конечно, нюанс с рефилом, но про это тоже поговорим чуть попозже. По цвету он рыжеват, к сожалению, поэтому он далеко не всем подойдет. Но качество, качество хорошее. И я ошиблась с пигментацией. Здесь пигментация скорее легкая, нежели даже там средняя, или чуть ниже средняя. Она прям очень легенькая. Переходим к хайлайтеру. И хайлайтер тоже прям выглядит бомнически красиво. Я когда делала swatch и сравнивала с предыдущими версиями, на всяком случае, хайлайтер, который у меня есть от Kiko, я бы сказала, что у меня именно в этой формуле, форму, именно в этой формуле, в таком оттенке, у меня нет хайлайтера. То есть для меня это что-то новенькое. Может быть, это какая-то существующая формула от Kiko, но я ее не видела. Это выглядит безумно, если честно, красиво. Идеальная в тушевках кожи. Но это золотой хайлайтер, и если вы белоснежка, то он будет просто выглядеть на вас желтым пятном. Хочу обратить внимание, что здесь прям отдельные блестки, и как таковой базы я не вижу. Почему-то напоминает Fenty, вот ее Diamond Bomb, исключительно вот этими вот отдельными блестками. Безумно красивый хайлайтер, и я 100% не пробовала такой формулы от Kiko. Пробуем продукт для бровей. Я взяла в оттенке блонд, но единственное, что мне не очень нравится, это то, что с одной стороны у нас с вами карандаш, в принципе форма, не сказать, что очень печальная. С другой стороны, какой-то бальзам фиксирующий. Я вообще не люблю такие продукты, потому что они прям не очень. Прям совсем не очень. И еще один момент, что мне больше всего не нравится, это отсутствие щеточки. То есть я хочу щеточку. Я хочу нормальную щеточку, чтобы причесать волоски, чтобы нарисовать и быть довольной как слон. А тут не щеточки нет. В общем, вместо вот этой фигни, лучше бы дали мне щеточку. Мы, конечно, попробуем этот бальзам, но, на мой взгляд, это какая-то фигня. Говоря про оттенок, мне понравился. В всяком случае, по swatchу, это блонд зеленоватый, желтоватый, и при том не сильно уходит в желтый, не сильно уходит в зеленый. В принципе, классический, действительно оттенок блонда. Хороший цвет. Что тут больше говорить? Просто хороший цвет. Надо будет еще у них как-нибудь взять оттенок tau, посмотреть, и проверить, что за он и как он. Но пока давайте проверять свойства карандашика. Формула стопроцентная, да? Цвет, да. Форма карандаша нет. Потому что она слишком толстая, и вы начинаете, вернее, пытаетесь прорисовывать самым тонким кончиком, углом, вернее, он начинает стачиваться, и по факту вы рисуете его толстой частью. Получается не очень. То есть для того, чтобы прорисовать тоненькую форму, нужно изгалиться. По итогу я кончу брови дорисовывала своим карандашом, которым я сейчас пользуюсь. Тоненький карандаш от L'Oreal. Очень-очень тяжело вывести тонкую линию, но сама формула, она бомбическая, она супер мягкая. То есть он отличнейший, переносится, не царапает ничего. Но я бы хотела видеть другой формы сам карандаш. А так, окей. Давайте попробуем бальзам. Мне кажется, по итогу я психаную и просто, как обычно, сделаю своим фиксатором. Ладно, давайте попробуем, что за он, как он и зачем, почему, но бесполезный продукт. Ну, с этим жить можно, но недолго. Во-первых, это очень неудобно, нужно обязательно дораспределять этот восковый продукт. То есть у вас на подходе, на подхвате должна быть кисточка, хоть убейте. Это касается самого карандаша и касается бальзам. Да, вы можете там что-то загладить, но тогда будет неаккуратно. И кое-где вы нанесете чуть больше продукта, кое-где вы нанесете чуть меньше продукта. Неудобно. От слова совсем очень классная упаковка, похожа на металл, но нет. Пока, на данный текущий момент, нет. Переходим к самому сладкому, глаза. Поехали разбираться с глазами. И в принципе, смотря на палетку, кажется, что вот эта вот гамма оттенков, она нейтральная. Нифига подобного. Она достаточно теплая. Я немножко не понимаю, почему они сделали теплые и холодные вместе. Здесь было бы круто, если взяли супер нейтральные какие-то оттенки для вытушевки. Иначе, если взять эти оттенки и на серединку положить синий, будет грязь. Причем, на самом деле, это проверено. Это попытка номер два сделать макияж, потому что я на руке не протестировала дурында и пошло все не так. Поэтому сейчас я исправляю ситуацию макияж-исправление. Мы будем делать по факту смоки, потому что это единственный достаточно холодный оттенок среди матовых, для того, который, вернее, можно использовать синий оттенок. Потому что любой синий оттенок обычно базируется на сером оттенке. А серый оттенок, он холодный сам по себе. Здесь есть вот эти два мраморных оттенка. Если честно, не знаю, куда их сейчас положим. Но для начала мы прорисуем форму. Скорее всего, ярко-голубой мы нанесем на нижний век и сделаем переход из коричневого мрамора в синий. По нижнему веку, по верхнему веку мы сделаем, скорее всего, вот такой вот переход. Также у меня есть однушка, она серебристая. Она как-то по цвету, по-моему, совпадает с серебристым, вот этим вот бело-серебристым оттенком из палетки. Пришла кошка и начала нюхать. Все. Маленькое отступление, в принципе, как обычно. Самое главное, сейчас я делаю форму темные в смоке. Это 100%, потому что без вариантов. Можно было, конечно, сделать просто обычный нюдовый макияж, все было бы окей, но серые, серые, серые-синие оттенки нам нужно в любом случае попробовать, потому что акцент-то на них, акцент-то на них и нужно посмотреть, как они себя ведут. Поэтому темный оттенок и выстраиваем форму. Беру кисточку поменьше и максимально проводно распределяю оттенок. Потом мы его краешек будем вытушевывать, конечно, через светлые. Сразу завожу немножечко этого оттенка во внешний уголок нижнего века. Беру кисточку чуть побольше и оттенок чуть потемнее. Теперь с помощью этого темного оттенка будем пытаться выводить наш темный цвет в кожу потихонечку по чуть-чуть. Тени немножко сыпят, поэтому будьте аккуратны. Беру кисточку еще больше и оттенок посветлее. Можно смешать вот эти два. На самом деле самый светлый оттенок действительно прям суперсветлый и даже можно направление рисовать. Ну ладно, поэтому возьму вот этот, который не самый светлый, но почти. И теперь с помощью этого оттенка я полностью ввожу в тушевку в кожу. Хочу обратить внимание насколько рыжий наш с вами вытушевочный растушевочный оттенок. И если вот этот оттенок будет соприкасаться синим, на переходе будет грязь, при том очень сильная грязь. Тут даже на самом деле нужно быть очень аккуратными. Как бы так как это матовые, их можно смешать, но блестки будут смотреться на таком оттенке немножко грязновато. Потому что разные теплоты цвета. В общем вытушевываем. Теперь пробуем делать что-то похожее на градиент. Чуть-чуть подальше я нанесу мраморный оттенок и с внутренней и с нижней стороны на серединку мы добавим наше звездное небо с отдельными блестками. Ну я надеюсь я не испугаю. Переходим на нижнее веко и набираем коричневый мраморный оттенок который у нас будет уходить ярко-синий. Набираем самый светлый оттенок из палетки и добавляем его как можно ближе к синему. Ближе к внутреннему уголочку мы возьмем однушку и добавим. Возьмем и добавим. Вроде не все так и плохо если честно но вот этот переход в теплый мне в этом случае не очень сильно нравится. Я бы хотела нейтральные, более нейтральные оттенки либо вообще холодные. Это бы смотрелось конечно гораздо круче. Да теплый имеет место быть но слишком холодный макияж для вот такого маленького количества тепла. Я сейчас наклею реснички и мы перейдем к губам. Такие вот у нас по итогу вышли с вами глаза и я хочу сказать что в целом результат мне нравится и он меня удовлетворяет. Конечно я бы хотела все таки не теплые оттенки для растушевки а холодные тогда было бы гораздо круче но в любом случае смотрится неплохо. На нижней слизистой у меня релуи в оттенке 02 он сейчас и сюда вот прям самое-самое оно и на верхней слизистой вернее ресничный край черный для того чтобы все это отлично разделить. Внутренний уголок я прорисовала тоже просто черным карандашом релуи гелевым. Сейчас переходим к губам я хочу сразу же предупредить не делайте то что я буду делать у нас сегодня будут яркие глаза и яркие губы в жизни это смотрится переборно сразу предупреждаю в жизни так не делайте в жизни я бы сделала сейчас нюдовые губы и пошла но мне очень хотелось попробовать красные оттенки у Кика поэтому я взяла красный карандаш в оттенке 07 и красную помаду я хочу отметить что это классический красный оттенок то есть он синевато малиновым таким подтоном в принципе он не будет по теплоте гармонировать то есть никаких проблем у нас в этом плане не будет но просто будет слишком ярко в общем я наношу карандаш для начала пигментация мягкость просто бомба это вау мак отдыхает в сторонке люкс издаш тем более отдыхает в сторонке из минусов это конечно то что желательно постоянно протачивать здесь есть точилка и постоянно подправлять потому что очень быстро стачивается продукт он супер мягкий он очень легко переносится вау 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 цвет просто вау все вау мне очень нравится так матовая помада теперь наносим ее она тоже классическая красная помада она бомба номер очень классный продукт идеально и легко переносится единственное что ему нужно сейчас время подстыть потому что пока что он немножечко как будто бы стягивает губы мне нравится по пигментации по тому как работает продукт запах тоже ничего такой давайте сейчас все это обсудим и заодно я подожду пока помада окончательно высохнет обсуждение начнем с тех продуктов которые мы с вами сегодня протестировали далее мы с вами поговорим про продукты которые я не покупала и я объясню почему некоторые из них я в принципе даже и не думала покупать как обычно начинаем по мере того как мы наносили продукты и первым продуктом мы с вами вернее первый продукт который мы наносили это была тональная основа в пипетке хочу обратить внимание что у меня оттенок 0,2 в принципе по итогу он мне вроде даже и подошел на удивление там есть в линейке 0,1 оттенок но он далеко не нейтральный, он достаточно такой тепловатый, с рыжеватым оттенком. Очень часто тона у KIKO, они рыжеватые. У них есть нейтральные оттенки, у них есть белые оттенки, очень-очень светлые, но их нужно смотреть в основной линейке. Касаемо каких-то лимитированных коллекций, там всегда будут какие-то тона с рыжеватым по тону. Всегда, практически 100%. Касаемо нашего сегодняшнего тона и упаковки. Упаковка, стекло, очень симпатично все выполнено. Единственное, что мне не нравится, что на вот этих серебристых упаковках надписи все серебристые, ну такие, темно-серые, и практически ни черта не понятно, что написано. Особенно на обратной стороне, вот здесь вот снизу, вообще непонятно. И если будем говорить про румяна, то тут еще хуже ситуация. Касаемо самого продукта. Это тон в пипетке, как вы помните и как вы видели. Это достаточно жидкий тон, но это стойкий тон и скорее всего могут быть проблемы с сухой кожей. С нормальной жирной проблем не будет. Вы сможете нанести этот тон на сухую кожу, но скорее всего в течение дня будут нюансы и текстура будет чуть-чуть подчеркнута. Летом этот тон будет ок и на сухой коже, потому что все-таки ближе к зиме сухая кожа становится еще суше. Жирная становится чуть суше так же. Логично. Касаемо покрытия. Покрытие легкое. То есть ему можно наслоить от легкого, этот тон, вернее можно наслоить от легкого к среднему, потому что он достаточно силиконистый и хорошо цепляется. Вроде как он жидкий, но если сравнивать его с каким-нибудь другим пипеточным тоном, например, Рилуи, который вот прям водичка-водичка, или же Катрис, который тоже в пипетке, но который чуть более устойчивый. Тон от Рилуи будет гораздо жиже, тон от Катрис будет чуть более силиконистый. То есть этот тон между, взять Рилуи, придем побольше взять Рилуи, подмешать в него Катрис будет что-то среднее и будет что-то похоже на этот тон. В целом продукт мне понравился, мне нравится как он наносится, но касаемо таких еще жидких тонов, держите на готове какую-нибудь пушистую кисточку, которой вы будете убирать развод. Потому что если вы наносите кисточкой, которую я наносила, то есть она такая, она не очень плотная, вероятность того, что у вас будут легкие разводы, она всегда велика. Благодаря какой-нибудь вот такой вот пушистенькой кисточке, вы можете эти разводы распределить и все будет смотреться прям замечательно. В целом мне тон понравился. Румяна. Румяна вышли в трех оттенках. Мне румяна очень сильно понравилась. Изначально, когда вы делаете свотч, продукт кажется сильно пигментированным, но это не так. Здесь скорее средняя пигментация, при том очень легко его растянуть, эти румяны, вернее, легко растянуть в легкую пигментацию. Что напомнили мне эти румяна? В первую очередь они мне напомнили, как бы это странно ни было, Alien. И также они мне напомнили какие-то корейские продукты. Это какой-то полумуссовый, полукремовый, полужидкий продукт, что-то намешанное и что-то среднее. С ними легко работать. Они не залипают, они ничего не растворяют. То есть они не супер жидкие и в то же время, ну они какие-то полукрем, полужидкие. В общем, я уже объяснила текстуру, да? Вот, их легко наслоить можно. То есть можно растянуть легко, можно наслоить чуть побольше. Замечательный продукт. Ну правда, не к чему придраться. Можно придраться к упаковке, к надписям, но это так, мелочи. Касаемо самой упаковки, тоже претензий нету. Здесь хороший дозатор и это также стекло. Должно все хорошо держаться. Надпись, конечно, следует стичь со временем и это нормально. Переходим к бронзеру. Бронзер вышел в двух оттенках. У меня в оттенке 02 Sienna. Если честно, название оттенков, в частности бронзеров, постоянно переходит из коллекции в коллекцию. И я старалась не покупать в последнее время бронзеры или же румяна с одними и теми же оттенками. Но я решила взять на пробу все-таки этот бронзер с оттенки Sienna. В коллекции Dolce Diva также выходил оттенок Sienna, но он назывался Perfect Sienna. И здесь, кстати, было 20 грамм продукта. К счастью, здесь в разы меньше. Это абсолютно разные оттенки. Абсолютно разные оттенки. Здесь, кстати, 6 грамм, здесь 20 грамм. И разные формулы. То есть, несмотря на то, что название вроде как пересекается, оттенки все равно разные. Сейчас вы увидите сводчик на экране. Оттенок, что по-рыжее, это новая коллекция. Это оттенок Sienna. Оттенок чуть покоричневее и по нейтральной, это будет Dolce Diva. Касаемо запаха, в этот раз продукт не пахнет. Касаемо формула. И, как я сказала, это абсолютно другая формула. Здесь очень легкая пигментация. Продукт не пылит. Нет, продукт чуть-чуть подпыливает. Нет, не то хотела сказать. Продукт идеально тушуется. Продукт идеально втушевывается в кожу. Вообще никаких проблем. Он как будто немного полусатиновый, но сатин не сильно заметный. То есть, это скорее ближе к матовому продукту, чем к сатинному. Почему я сказала, пылит или не пылит? К сожалению, вот эта вот рифленая текстура, когда вы набираете продукт на кисточку, она как будто начинает кусочками отваливаться. Сам продукт по себе не пылит. Но вот эти дурацкие кусочки могут отвалиться, если вы перестараетесь. Далее, еще про форму. Это достаточно полукремовая форма. То есть, продукт не сухой. Он ездит по лицу как боженька. Еще касаемо вот этих упаковок в этом году. И в принципе, вот этих вот пластиковых упаковок. Они не очень качественные. Они вот прям, ну такой относительно дешевый пластик. Конечно, он не должен развалиться. В плане того, что упаковка не должна развалиться. Но он очень легкий. Это стоит учитывать. Это касается вот всех вот таких упаковочек. Еще раз напомню про оттенок, что бронзор достаточно рыжеват. Это значит, что он подойдет нейтральному и теплому потону на холодном. Особенно на очень светленьких девочках. Он будет смотреться просто как рыжее пятно. Несмотря на то, что он очень слабо пигментирован, все равно это рыжесть будет заметно. Поэтому на светленьких я бы не стала его наносить. Но на нейтральный, теплый, на загар это будет просто смотреться божественно. Хайлайтер. Наверное, это продукт, который мне понравился больше всего. Когда мы его с вами наносили, я говорила, что он мне чем-то напомнил Fenty Beauty. Чем он мне напомнил Fenty Beauty и ее Diamond Blonde. Здесь есть отдельное вкрапление золотистых блесток. И не смотрю, это просто бомбический хайлайтер. Идеально оттушевывается в текстуру кожи. Он не виден на лице. Здесь нет базы. Но это золотой хайлайтер. Это именно золотой хайлайтер с золотыми блестками. Притом теплый золотой хайлайтер. Значит, что на холодной девочке, на очень светлой девочке он будет смотреться желтым пятном. Поэтому такая девочка не берет такого рода хайлайтер. Нейтральный потон, теплый потон. Это будет смотреться божественно. Это будет смотреться как часть вашего лица. По-моему, это просто очень красиво выглядит. Касаемо формула. Я не могу сказать, что я там прям пробовала все формулы от KIKO. Но вот в течение последнего года я, наверное, пробовала хайлайтер из каждой коллекции. И я не видела такой формулы от слова совсем. Это что-то вроде запеченного желе, но с отдельными блестками и без базы от слова совсем. Мне очень понравилась формула этого хайлайтера. Он мягкий. Хочу предупредить, что он может немножечко сыпать из-за вот этих вот дополнительных краплений и блесточек. Именно эти крапления блесточек и будут немножечко подпыливать, поэтому будьте аккуратны. Продукт для бровей. Очень классная упаковка. Точка. На самом деле не совсем точка. Ладно. Говоря именно про формулу карандаша, она великолепна. Говоря именно про цвет карандаша, он тоже великолепен. Но неудобная форма. Не формула, а форма. Уточню. То есть карандаш слишком толстый. И здесь есть тонкий кусочек. Если вы будете им постоянно рисовать, он очень быстро стаживается, потому что формула карандаша очень мягкая. Он идеальнейший переносится, идеально рисуется. Но вот мне бы хотелось изменить только форму, чтобы карандаш был чуть потоньше, чтобы им было легче прорисовывать какие-то такие трики места. Очень странные места. Например, я всегда дорисовываю вот здесь вот уголок брови, потому что мне его не хватает. То есть у меня там не растут волосы, но по правилу, потому что должна выгреть бровь, и приходится дорисовывать. Но что поделать, у многих такое есть, и всем нужно что-то дорисовывать. Плюс, касаемо каких-то дополнительных волосков, я всегда прорисовываю дополнительное начало брови. Этим сделать такое не получится, потому что карандаш слишком толстый. Вторая часть карандаша. Я вообще не понимаю, на кой черт или ад это было сделано. Это какой-то воск. Воск, который не держит брови. У меня уже брови, волосы, брови, волосы на бровях, они уже опали. То есть продукт не держит. Второй момент. Лучше бы вместо вот этой вот фигни дали нормальную щеточку. То есть дали карандаш, но не дали щеточку. То есть как вы предлагаете нам распределять продукт так, как ты его зачесывать. Постоянно носить с собой щеточку. Например, если вы хотите куда-то поехать, это неудобно. Удобнее взять карандаш, у которого есть сразу же щеточка. Вы и причесали, и прорисовали, и все замечательно. Здесь этого нет. Воск этот не работает. Он очень мягкий, конечно, прикольно. Но его нужно дополнительно распределять щеточкой. И он не держит брови. То есть определенно совершенно не держит брови. В начале брови у меня уже все вот так вот. Кончик еще более-менее держит. Но начала нет. То есть мне нравится формула. Мне нравится оттенок. Я, скорее всего, посмотрю, что есть у Кико среди тоненьких карандашов и за карандашов. Карандаши и закажу. Потому что сам карандаш, сам продукт, он классный. Но из этой коллекции я брать не советую. Потому что вы платите за два продукта. Один из которых просто ни о чем. Переходим на глаза. Сейчас я буду бить немножечко и ругать палетку. И ругать Кико за цветовое решение. Но до того, как мы к этому перейдем. Давайте поговорим про однушку. Тут тоже есть за что поругать и побить. Вроде неплохая упаковка. Это опять стекло. Хорошая сама крышечка по себе. Это железка. И плюс здесь есть прелесть закрывашка. Что мне не понравилось. Продукт очень плохо набирается на кисточку. Вот прям очень плохо набирается на кисточку. Если у вас длинные ногти, то пальцем вы сюда, в общем-то, не залезете. Вот в чем еще проблема. Продукт очень тугой. Он плохо распределяется. Продукт яркий. Это скорее металлизированные тени, нежели спархлые. Я тогда брала этот продукт, эти тени. Я его брала с расчетом на то, что это будет спархлый. Но это оказался просто металл. Очень яркий, такой насыщенный, красивый металл. Но металл, не спархлый. Здесь есть отдельное вкрапление крупненьких блесточек. Тоже серебристых. Но это выглядит не так, как я бы ожидала. То есть с этим можно работать. Но продукт А твердоват. Б он плохо набирается на кисточку. То есть на мой взгляд это небольшая недоработка. Теперь будем ругать тени. Почему мы будем ругать тени? Вроде как бы все красиво выглядит. Правда? Но! Когда я красилась, я вам говорила, что здесь есть теплые и холодные тени. И здесь нету холодных растушевочных оттенков. Соответственно, вы будете холодные тени. Синие холодные тени. Холодный коричневый оттенок тушевать через рыжий. Алло! Это как? Ну, это возможно. Это можно сделать. И если вы нанесете нейтрально вот эти оттенки, будет нормальный человеческий макияж. Но если вы начинаете работать с синими тенями, это выглядит как грязь грязючная. На самом деле, я вот этот макияж глаз смывала и переделывала. Потому что я что-то не продумала про этот момент. И я сделала вначале затемненный уголок. Вытушевала. Вытушевала. Все через светлые оттенки. Все как бы красиво по форме тени. Тушуется хорошо. Но когда я начала наносить синие тени, во-первых, они полупрозрачные. Почему они полупрозрачные, говорим попозже. Во-вторых, это синие тени. Синие холодные тени всегда на серой базе. То есть вы по факту в рыжий цвет, вы добавляете серый цвет, и вы получаете грязь на границе. Их можно нанести, используя, вернее, техникой кат-крис. Тогда будет более-менее. Но все равно это, ну это такое себе. Если вы будете это делать, если вам, вернее, нужна палетка на каждый тени, и вы хотите сделать коричнево-синий макияж, это не будет работать, потому что вам нужно держать в голове, что вот синие оттенки не должны смешаться с растушевочным оттенком. Если они смешаются, это будет грязь. Это будет некрасиво. Поэтому я ставлю за цветовое решение 5. То есть клево, конечно, что не разделили на такую теплую гамму и холодную гамму. Но не клево то, что здесь нету холодных растушевочных оттенков. Из-за этого синие тени, они просто, ну их нечем тушевать. Вы можете нанести их на все подвижное веко, растушевать кисточки, они растушуются вам в серый. То есть это некрасиво, на мой взгляд. Вы можете нарисовать ими стрелочку. Здорово, клево. Но если вы хотите сделать полноценный макияж с чем-то там, с растушованной стрелкой, я не знаю, просто со складочкой века красивой, это не работает тогда. Вторая палетка, она чуть более гармонична в этом плане. Не она исключительно теплая, и с ней все понятно. Но здесь вроде была попытка, вроде был закос на холодную палетку. Именно поэтому я ее взяла. И плюс коллекция называется Blue Me. Вот голубые тени, надо бы их попробовать. Что за ней и как. И тут такая подстава, что здесь нету холодных или же хотя бы нейтральных растушевочных оттенков. Здесь только рыжие. Я не против. На мне это все смотрится окей. Рыжие тени замечательно. Но я против того, чтобы смешивать холодные или теплые тени в растушевке. Вы можете их смешать на глазах, сделать, например, холодное подвижное веко и нижнее веко тепло. Будет смотреться нормально. Но переход, то есть эти два оттенка не должны между собой пересекаться. Они не должны тушеваться. Иначе получается грязь, как я уже сказала, раза три. Ладно, теперь поговорим про формулу. Касаемо формулы матовых теней. Это классическая формула матовых теней от Kika. Которая чуть-чуть кремовая. Чуть-чуть может подсыпать. В принципе, она неплохо тушуется. Она не сильно залипает. Пигментация чуть ниже средней. Да я бы даже сказала средняя. Эта формула матовых теней будет чем-то напоминать зимнюю коллекцию 2021 года. Кстати, обратите внимание, что упаковки тоже схожи. Единственное, что именно зимняя коллекция будет какая-то чуть более кремовая. И она чуть больше залипала. Вот именно эта версия. Здесь что-то среднее между зимней коллекцией и между вот этой вот осенней коллекцией 2021 года. Здесь было меньше пигментации, чем в новой версии палетки. Но и кремовости было чуть... Хотя, возможно, даже наравне. Если честно, плюс-минус схожая форма. В чем опасность этой формы? Я уже сказала, что она может чуть-чуть отваливаться и чуть-чуть сыпать. И когда вы набираете на кисточку, будьте аккуратны. Излишки лучше уберите об руку, чем вы будете сразу же переносить на глаза. Будете переносить сразу же на глаза, у вас будет сыпание. Это 100%, потому что вот эта вот кремовая текстура, она будет чуть больше цепляться в одних местах и чуть меньше цепляться в других местах по кисточке. Соответственно, будет не совсем, как это сказать, не совсем равномерное распределение теней. Далее, касаемо всех этих блестяшек крутых и все такое. Что, где мне что напомнило? Здесь, опять-таки, у нас с вами была очень классная и интересная формула блесток. И она пересекается полностью с блестками в нейтральной гамме. Это очень красивые блестки. Это очень кремовые. Это очень кремовые металлизированные оттенки. Но так как они металлизированные, соответственно, будьте аккуратны, может сильно подчеркивать текстуру. Что есть из минусов в этой форме? Когда вы набираете на кисточку, очень много продукта набирается. И отдельные блестки, кремовые, часть может отваливаться, к сожалению. Хуже всего ситуация с этим в этих мраморных оттенках. Здесь вообще прям беда-беда. Классно все набирается на кисточку. Очень клево, но нужно постараться, чтобы не было осыпаний. Опять нужно как-то переносить через руку и часть продукта снимать. Либо же распределять дополнительно в кисточку. К сожалению, парочку осыпаний у меня вот здесь вот было. И они осыпаются вот такими маленькими-маленькими тонкими... Маленькими-маленькими-тонкими... Маленькими кусочками пигмента с кремом. Когда вы пытаетесь его убрать, вы его по итогу размазываете. Поэтому будьте аккуратны. Самые красивые оттенки это нейтральные и вот этот оттенок звездного неба. Боже, какой он красивый! Но его нужно наслаивать обязательно. Не будете наслаивать, он будет смотреться полупрозрачно. Если будете наносить его на подложку, в принципе, будет все окей. Касаемо мраморных форм, это в принципе такая же классическая текстура, как... Вот не совсем классическая на самом-то деле. В общем, это такая же формула плюс-минус, как в нейтральных оттенках. Но единственное, что она какая-то чуть более кремообразная. И вот из-за вот этой вот кремообразности, из-за того, что продукт неравномерный, из-за оттенков больше каких-то кусочков отваливается. То есть будьте с ней аккуратны. Я, наверное, даже постараюсь вам показать, какие тут есть углубления после того, как я накрасилась. Это немножко странно, но факт. Далее. Вот эти два оттенка, это даже три оттенка. Вот здесь у нас три металлизированных классических оттенка. Они неплохие, это просто классический металл. Очень жидкий, жирненький и который вам подсветит просто все. В целом палетка мне понравилась. Мне понравилось качество теней. Да, с ними нужно быть аккуратными, но в принципе для Кика это неплохая палетка. Здесь 12 оттенков. Единственное, что мне, конечно, ценник не понравился. Какие-то цены стали заоблачные на тени у Кика. Да, это очень красиво, но цветовое решение хоть убить мне не нравится. Вот за что? За что? То есть, блин, ну я почему-то уже все объяснила. В целом по качеству есть нюансы, есть претензии, но с этим можно жить. Теперь переходим к чему-то яркому, красному и насыщенному. Это губы, наши с вами помады и карандаш. В этот раз я решила не брать кремовую помаду. У них очень классные кремовые помады. Я не буду это отрицать. И плюс там всегда есть различные гравировки, какие-то узоры. Это выглядит просто бомбически и очень красиво. По комфортности, по насыщенности, по пигментации особых претензий нет. Помада там средней пигментации. Если хотите очень ярко получить, вернее, если хотите получить очень яркий эффект, вы просто чуть-чуть понаслоите и все будет замечательно. Правда, кремовые продукты, продукты для гук, у Кика вау. Но я решила, во-первых, попробовать красный оттенок. Да. Для красного оттенка, конечно, надо было лучше. Вернее, было бы лучше, если бы я сделала более нейтральный макияж. Но нам нужно было еще и синие тени подпробовать. Поэтому вот так не делайте никогда в жизни. Для видео, для фото окей. Но в жизни это смажется, мягко говоря, не очень. Это, ну, просто это перебор. Поэтому вот так вот я никогда не делала. Акцент должен быть либо на глазах, либо же на губах. Либо добавляем к нашему акценту из губ и глаз, еще и кожи. И тогда все будет ок. Но двойной акцент это too much. Касаемо красного... Собственно говоря, почему я решила красный цвет? Как я уже объясняла, я не пробовала красные оттенки от Кика. И именно яркие, насыщенные оттенки. То есть я хотела попробовать, что по качеству. Что по качеству, что по оттенку. В следующий раз, скорее всего, я возьму бордовый цвет. Тоже напробую, чтобы понять, что по пигментации. Но, исходя из того, что я вижу по красному цвету, все должно быть великолепно. Во-первых, красный карандаш. Это классический красный карандаш. И это очень здорово. То есть он не уходит в желтый, не уходит в оранжевый, в морковный, никуда. Это классический красный оттенок с малиновым подтоном. То есть с синеватым оттенком. То есть прохладный, то есть выбеливает зубы. Ю-ху! Все очень круто, все очень классно. Касаемо самого карандаша. У Кика очень классные карандаши для губ. Они всегда пигментированы, они всегда стойкие. Они всегда очень кремовые. Они легко отдают пигмент. Вам не нужно 10 раз водить по губам, чтобы нарисовать контур. Все очень здорово, все очень классно. И здесь у нас с вами есть точилка, что очень важно в красном карандаше. И его обязательно нужно будет протачивать, чтобы сделать красивый контур. Да, 100% да. Жидкая матовая помада. Я никогда до этого не пробовала жидкие матовые помады от Кика. И мне нравится. И мне нравится. Это очень красиво. Опять-таки, классический красный оттенок с малиновым подтоном. Что из бюджета будет напоминать? Из супер бюджета белорусского. Рилуи. Рилуи 10 оттенок. Это именно он. То есть это один в один, только другая формула. Я еще не пробовала на отпечатываемость. На отпечатываемость. Печатаем, притом очень хорошо. И это чувствуется. Но сама помада не стягивает губы. Она не сушит губы. Во всяком случае, на данный момент прошло с момента нанесения помады около часа, мне кажется. За время того, как я тут болтаю, никто никуда не ушел. Помада держится, притом держится хорошо. Я сегодня могу подносить помаду до пол пятого вечера. Это где-то будет пять, наверное, шесть часов. Потом мне ее придется все-таки смыть. Ну, потому что мне нужно выходить в люди. И вот в таком виде это как бы для меня лично это перебор. Если бы были нейтральные губы, я бы не заморачивалась. Или же если бы были, наоборот, нейтральные глаза, я бы не заморачивалась. Но два акцента? Не-не-не. И я вам сделаю дополнительное включение, прежде чем буду смывать этот продукт. И расскажу, что по стойкости. Запах неплохой. Помада пигментированная. Притом очень пигментированная. В отличие от Рилуи, она чуть менее какая-то кремовая. Рилуи, помада парадиза, она не застывает на сто процентов. Она оставляет полукремовый такой финиш. Благодаря этому она не сушит губы. И из-за этого в то же время она быстрее сходит губ. Хотя, тем не менее, она достаточно стойкая. Часа четыре, если вы не будете там особо интенсивно кушать. Она у вас даже пять или шесть может продержаться. И все будет окей. Здесь, мне кажется, такая же ситуация. Только чуть меньше крема. И помада как будто чуть более устойчива. Мне понравилось это стопроцентное, да. Давайте сейчас быстренько с вами посмотрим вечернее включение. И посмотрим на то, как продукты у нас с вами носятся. Это спустя пять с половиной часов. И я вам показываю, потому что сейчас буду все это смывать. Карандаш держится по контуру прям бесподобно. Касаемо, касаемо, само помада остается тинт. При этом очень долго он держится. И сушит, не сушит. Подсушивает все-таки немного помада. Это сто процентов. Вы не сразу же это замечаете. Я буквально спустя где-то четыре с половиной, пять часов. Вначале все ок. Потом вот она начинает немножко подсушивать. И очень стойкая. Ну вот десять часов. Давайте смотреть и следить. И проверять. По глазам есть небольшая покатушка. Но, честно сказать, несущественно. Для такого времени я бы даже... Ну, нормально, нормально. Ничего особо не осыпалось. Тени не поблекли. Брови. Ну, брови это кошмар. Проток ничего не держит. Карандаш на месте. Но этот бальзам это вообще бесполезная вещь. Тон. Тон вообще-то хорошо держится. Я бы сказала, никуда не убежал. Все на месте. И, в принципе, он даже сходит приятно. Нет никаких отслоений. Ничего. Замечательный тон. Касаемо бронзера. Ну, в принципе, он есть. Это видно. У румяна тоже такие остатки уже. Касаемо хайлайтера. Тоже все, в принципе, на месте. Меньше всего по качеству мне понравился продукт для бровей. То есть, нет. Все остальное хорошо. Теперь пришло время обсудить продукты, которые я не покупала, но которые, в принципе, вышли в рамках коллекции. Вышло две двойные кисточки. На самом деле, я не любитель двойных кисточек. Просто потому что я предпочитаю, когда кисточки стоят вот таким вот образом, а не когда они лежат. И если вы покупаете двойную кисточку, то одна из сторон у вас обязательно будет не в приоритете, скажем так, и ворс будет ломаться. Поэтому для меня это неудобно. Пробовала ли я кисточки от Кика? Если честно, нет. Я бы, возможно, хотела что-нибудь попробовать, но нужно будет отловить тогда одинарные кисточки. Ну, просто так удобнее, на самом деле. И мыть удобнее, и держать удобнее, и хранить удобнее. Качество кисточек для меня пока что... Качество кисточек от Кика для меня, скорее, это загадка на данный момент. В рамках каждой коллекции у Кика выходят какие-то уходовые средства. В этот раз у них вышел крем-маска 2 в 1, скраб для тела, какая-то умывалка типа мыла для лица. Но я, если честно, стараюсь избегать различных мыл для лица, для волос, для тела, потому что они практически всегда будут минимально, но подсушивать. И также у них вышло два праймера под макияж. Праймеры под макияж у них хорошие в большинстве случаев, и их можно брать спокойно. Но на данный момент у меня, если честно, очень и очень хватает праймеров под макияж. А пользоваться всем этим нужно, и не очень хочется выкидывать практически полную упаковку. Вполне возможно, что на скидках я бы, наверное, взяла их скраб для тела исключительно на пробу. Я у них из ухода ничего не пробовала. У них, насколько я знаю, даже есть маски для лица, крема для зоны вокруг глаз. У них есть все. Но это, опять-таки, нужно пробовать. Возвращаемся к декоративной части, и давайте посмотрим, что же еще вышло в рамках этой коллекции. У Кико вышла палетка для лица, которая включает в себя румяна, бронзер, хайлайтер и также пудру. Хочу обратить внимание, что в большинстве случаев формулы продуктов, которые находятся в больших палетках, то есть сборкой, и в отдельных рефилах, они не совпадают. И плюс оттенки могут быть, соответственно, другие. Также у Кико вышли румяшки в шариках в двух оттенках. Если честно, я задумывалась о покупке этих румяшек, но в этот раз не рискнула. Но нужно будет обязательно попробовать, потому что именно такую формулу, именно такую текстуру я у Кико не пробовала. Касаемо продуктов для лица, это не все. Еще у Кико вышел двойной продукт. С одной стороны, там находится консилер, с другой стороны, находится база по тени. С одной стороны, я хотела взять консилер для того, чтобы сделать чуть более полноценный макияж, но говоря про вот эту вот двойную дозу, с одной стороны консилера, с другой стороны база по тени, база по тени будет оставаться у вас дольше. Консилер вы гораздо быстрее израсходуете. И поэтому для меня вот эти вот двойные части, порой они не совсем логичны, потому что 100% какой-то продукт закончится раньше. И не факт даже, что оба продукта будут классного качества. Поэтому я такая посмотрела-посмотрела и выкинула из корзины этот продукт. Без туши и маркера, конечно же, не обошлось. Тушь заявлена как объемная. А маркер двухсторонний. С одной стороны, классическая версия, с другой стороны, какая-то чуть-чуть заостренная и чуть-чуть не совсем правильная форма. Касаемо маркера, если честно, ну такое себе, особенно вот эта вот, особенно классическая, вернее, версия, она очень толстая. И плюс это фетровый наконечник. Фетровые наконечники обычно ломаются очень и очень быстро. Гораздо круче и прикольнее, когда эта кисточка. Тогда и удобнее прорисовывать кончик и продукт не ломает. И завершим наше с вами обсуждение продуктами для губ. Как же без них? У Кика вышел новый бальзам для губ. Очень красивый оттенок, мраморная такая текстура. Выглядит просто великолепно. И второй продукт, это опять у нас двойная доза продуктов. С одной стороны у нас кремовая помада, с другой стороны бальзам для губ, как вы понимаете, как же без этого. На этом, собственно говоря, и все. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам новая коллекция от Кика. Что понравилось, что не понравилось, что заинтересовало. А что, считается, переходит из коллекции в коллекцию. Я надеюсь, видео вам понравилось и вы нашли его полезным. Если да, не забывайте, пожалуйста, ставить пальчик вверх, подписываться на канал. Большое вам спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения и пока-пока. Продолжение следует...